Халилуя! Церковь, он достоин славы. Я вообще шокирован, что с вами происходит. Вас с батькой мати не познает. Церковь, это я серьезно говорю? Вот что делает пастор Богдан, живой поток. Когда живой поток, церковь Джексонвилла соединяется с живым потоком Царствия Божия. И соединяется в одно. Вот почему мы поем. Вот почему мы славим Господа. Вот почему сегодня небеса с землей соединяются. И мы говорим, святой, святой, святой. Слава Господу! Аллилуйя! Кто здесь есть святые? Написано, святой, да прославит меня. И со святыми, с праведными у него общение. И пусть сегодня Божий Дух и Божья благодать не только сходит на Харистов, но на каждого из нас, чтобы мы побыли присутствием всемогущего Бога. Пусть сегодня сила Его, власть Его и благодать Его изменяет все в нашей жизни, чтобы мы были новым творением во Христе Иисусе. Выходя с этого собрания, быть новым во Христе измененным. Вот для этого наше собрание, вот для этого наше поклонение. Оставляем все заботы, оставляем все хлопоты, взирая на начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа, праведника, который оправдывает святых. Хвала Ему! Пусть сегодня Дух Господень руководит нами, управляет нами. Я очень рад и благодарен, что сегодня мы вместе с вами, мы одна семья, мы дети одного Отца. И пусть сегодня Божье руководство будет в нашей жизни, если кому-то нужен Господь. Сегодня Он Бог, отвечающий Господь. Если кому надо милость, сегодня Он, милующий Господь. Если кому надо исцеление, Он, исцеляющий Господь. Если кому нужно прощение, Он прощает все беззакония наши и исцеляет! Исцеляет все! Скажи, если ты больной, все! Недуги наши! Он Бог! Он не такой, как мы! Мы можем наобещать и не исполнить, но Его Слово утверждено на небесах, и Бог хочет, чтобы сегодня Его Слово утвердило в твоем сердце Духом Святым. Вот для этого есть Библия, инструкция, руководство. Для кого? Для нас. Чтобы мы совершенно уповали на Божью благодать. Чтобы эта Библия, вот эта книга написана, она вошла в наше сердце. И вера в Бога нашего Иисуса Христа возрастала из дня на день, потому что ранами Его, что угодно пусть болит, но Господь здоровье возвратит во имя Иисуса Христа. Да будет так! И тебе, сестричка, кто еще нуждается? Сегодня будет молитва в этом собрании, и вы переживаете Божью благодать. Он не человек, чтобы обманывать. Его Слово верно, и Его милость сегодня к этому собранию. Слава Ему! Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Тут самые равнители, наверное. Так ждали, так ждали этого собрания. Бог будет сегодня с вами. Пусть Господь благословит. И я сегодня хочу сделать такое подготовительное слово каждому из нас, чтобы мы поняли, что Иисус Господь хочет беседовать с нами. Иисус Господь хочет говорить с нами. Он жаждет, Он жаждет иметь отношение со своими детьми. Есть здесь батьки, не есть здесь мамы. Как вы насчет, вы желаете говорить с вашими детьми? Вы желаете, чтобы беседа происходила? Не только на рожать и все, но чтобы беседовать точно так Господь Иисус. Он хочет беседовать с нами. Он хочет говорить с нами. Он хочет отвечать нам. И Он хочет, чтобы каждое Его Слово, оно приняло с верою в наше сердце. И пусть это собрание будет собранием благословения. И пусть сегодня Дух Господень, который действует в деянии апостолов, продолжает действовать. И в этой поместной церкви я верю, Бог готовит свою церковь встреча со своим женихом. Я знаю, что Он любит каждого из вас. Любовью вечной Он возлюбил, потому простер в тебе свое благоволение. Это слава Богу, что ты в этом собрании. Это милость Господа. Я не знаю, где был бы я, если бы не Господь. Я не знаю, где был бы я и моя семья, если бы не Господь. Аминь, Виталий. Аминь. Я не знаю, где были бы мои семеро детей и двадцать шесть внуков, если бы не Господь. Он Бог, слава Господу. И пусть сегодня благодать Господня, она руководит нами и управляет нами. Я хочу сказать слово проповедь, что ты скажешь о самом себе. Если бы я дал бы сейчас вам микрофон. Вот, к примеру, тебе, братец. Что ты скажешь о себе самом? Вот что ты бы говорил перед народом? Представляешь, вот народ Господень. Но я хочу еще больше сказать. Перед народом можно сказать. Можно приукрасить себя. Можно все нормально. Халилуя. Слава Богу. Бог живой. Что ты скажешь о самом себе перед Ним? Вот это самое ценное и важное. И когда, братья и сестры, я проповедую, я проповедую в первую очередь для самого себя. Потому что порой и проповедники окажутся вне. Проповедовать Божье Слово – это милость Господа. Это то, что Господь вручает Евангелие и проповедует другим, самому, оказаться недостойным. Так что, братья и служители, в страхе и трепете, пусть Господь благословит каждого из нас в том, что ты скажешь о самом себе. Пусть сегодня Дух Святой говорит в каждое сердце. И это описано в Библии, в Евангелии, Слово Господне. Помните, когда к Иоанну пришли ученики и говорят, кого-то крестит, вот все идут к нему. Вот есть тенденция, братья и сестры, порой у христиана, и она порой так близко, чтобы к нам люди шли, к нам и шли люди. А, и пришли, к Иоанну говорит, слухай, кого ты крестит, все до его идут, ты один остаешься. А он говорит, ему расти, а нам умоляться. Насколько мы будем умоляться пред лицем Господа, настолько будет Божья благодать, Божья сила и величие Господа сопровождать церковь живого Бога, находящего в Джаксонвилле. Амин. Пусть Господь благословит. И дальше Писание говорит, они пришли к Иоанну и спросили, кто же ты? Иоанн 1,22 и сказал ему, кто же ты, что нам дать ответ, пославшим нас, что ты скажешь о самом себе? Вот это первое то, что пришли фарисеи, законники, учители народа к Иоанну и говорят, что ты скажешь о самом себе? Вот представьте, к вам сегодня не пастор подходит, а подходит сам Господь и говорит, что ты скажешь о самом себе? Вот это очень важное и ответственное дело сказать правду, перед Ним раскрыть себя для Него и сказать честно, смотря в глаза нашему Господу. И если есть какие-то недостатки, Он делает нас чистыми, святыми, и это делает Его кровь Иисуса Христа. Хвала Ему. И когда сказали, что ты скажешь о самом себе? Он сказал, я голос. Я голос. И Он начал говорить и пророчески, говорить о путях, о пророке Исаии. Я голос вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал Исаия. И когда все это произойдет, когда все это исправите пути, Исаия 45, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть, спасение Божие. Бог открывающийся, Господь. Бог не скрывает своей славы, Бог раскрывает себя, и слава Его почет на священниках, на народе Господнем. И от славы Господней мы изменяемся от славы славы, от силу в силу, как от Господня Духа. Если честно, братья и сестры, поговорить с самим собой и с Господом, мы меняемся из славы славы? Мы меняемся из дня на день? Мы святее становимся? Или мы на самом деле остаемся такими? Каждое наше собрание – это приобщение к нашему Богу, который меняет, когда мы искренны и честны. Когда мы говорим себе, когда мы, что ты скажешь о самом себе церковь, давайте быть его голосом, как это был Иоанн Крестивий, и я голос, возвещающий о нем. Пусть сегодня ваш голос в церкви живого потока слышен в этом городе. Пусть сегодня благодать Господня изменяет каждое. Не зря вас Бог поселил. Я так услышал информацию, что это Джексонуилл самый такой серьезный город, самый такой бандитский, рэкетерский город. Я немножко вчера проехал, думаю, о-о-о, выдержал бы я тут или не выдержал, куда? Братья и сестры, для этого вас поселил, значит, вы сильные, вы крепкие, вы соль земли, чтобы орошать, осолять этот город и с грешников делать святыми людьми. Пусть Господь поможет, пусть Господь благословит, чтобы каждый из вас были голосом. И когда мы соединяемся с Господом, только во свете Божьего Слова, мы видим самого себя. Помните, шестая глава книга пророка Исаии, когда он в год смерти цара Ози видел Господа. Он видел этих херуимов, закрывающие лица, закрывающие ноги, двома летай, закрывая себя, чтобы Исаия видел Божью славу. Исаия видел Божье присутствие. И когда он увидел себя во славе Божьей первое, что было из прока Исаии, Иисус, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. А в пятой главе он всем горе, 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 горе говорил. Но когда встреча с Иисусом слава Господня накрыла, он увидел самого себя и начал говорить, что ты скажешь о себе самом. И Исаия начал говорить, братья и сестры, мы порой стыдимся, мы порой стыдимся открыть себя перед людьми, перед служителями. Мы порой стыдимся что-то сказать, но Исаия не стыдился. Мы читаем Библию сегодня о том, что когда этот один из херафимов взял этот гораший уголь, прикоснулся к его и сказал голосу, кто пойдет? Он сказал, «Вот я, пошли меня». Присутствие Бога изменяет каждого из нас. Если мы верим и довираем Богу, свою жизнь, вера Его, Его огонь жертвенника, Он очищает нас, освящает. И когда зов Божий, кого послать? «Вот я, пошли меня». Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы во истину сегодня наши голоса соединялись с голосами неба, как в Откровении 22,17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавши, да скажут, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот это то, что предлагает Господь через наше общение, чтобы наше общение было не только с нами, друг к другу. Вы же, я думаю, не пришли только хор посмотреть или проповедь послушать, а пришли пообщаться с живым Богом, хочу сказать, попрощаться, пообщаться с живым Богом. Аминь? Вот это наше общение с нашим Господом Иисусом Христом. То, что Харисты это побуждают вести в присутствие Божие, то, что проповедники проповедуют, то, что Церковь молится, это то, чтобы явилась слава Господня, преобразила нас, и мы были новым творением во Христе и Иисусе. Я хочу обратиться к каждому из вас еще раз, чтобы вот эти слова, которые сказаны, были к Иоанну Крестителю. Что ты скажешь о самом себе? Вот поговори сегодня с собою, поговори, пообщайся с собой, люди, которые, говорят, общаются с собой, разговаривают с собой. с собой. Говорят, это люди ненормальные, это нормальные люди. Когда я задаю себе вопрос, Иларион, кто есть ты на самом деле? Иларион, кто есть ты пред Господом? Иларион, кто есть ты? Что ты скажешь о самом себе? И когда мы честны, мы много скажем нашему Богу, мы раскрываем себя для Бога, и милость Божья приходит, и благодать Господня делает, он дает инструкции. Братья говорили о вечере Господней, о том, что это святыня Божия. Амин. Это то, что написано, что мы приобщаемся к силу и крови нашего Господа, и кто недостойно будет участвовать, тот будет виновен. Братья и сестры, от того многие из вас немощны и больны, что не рассуждают, не задают себе вопросы, не купаются в глубине своего души и духа, что я скажу, как я представлю пред лицем Господа, но когда мы в чистоте и в святости приобщаемся к силу и крови, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Слава Ему! В 106-м целое еще глубже сказано, что Он посылает слово и исцеляет. Были гробы перед глазами нашими, но Он послал слово и исцелил их и избавил их от бедствий. Быстро течет слово Его. Хвала Ему! Он Бог, дорогие братья и сестры, и пусть это собрание будет собранием общения с тем, о котором мы поем, о котором мы служим, о котором мы прославляем Его, чтобы слава Господня изменила меня от семени головы до подошвь ног, и ты по-настоящему познал и вкусил, как благ Господь к себе и ко мне. Слава Ему! Пусть Господь поможет, пусть Господь благословит, и благодать Господня будет с нами. Знаете, однажды было такое собрание, Иисус проповедовал и сказал одну притчу о фарисее и мыторе. Это очень серьезно, мы все приходим в собранничку, мы говорим Аллилуйя, мы говорим Слава Господу, Луки 18, 9, 14. Два человека вошли в храм помолиться. Они пришли помолиться. Два человека это очень серьезно. Братья и сестры, один молился Господи, я благодарю Тебя, что я все делаю, я жертву, я десятины даю, я им пущусь, я молюсь, я все роблю, и я не такой, как вот этот мытор. А тот мытор склонился бы я себе в грудь, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Иисус говорит истинно, говорю, вот этот пошел оправданным домом. Кто возвышает себя, тот будет унижен. Дорогие братья и сестры, церковь Иисуса, насколько мы должны быть почтительны к Божьему Слову, насколько мы должны быть внимательны, чтобы не стыдиться, задавать себе вопрос, кто же я на самом деле пред лицем Господа, кто я, когда я прихожу в дом молитвы, раскрывая себя для Бога. И если что-то внутри тебе мешает, есть возможность покаяться, есть возможность измениться, есть возможность стать новым творением во Христе Иисусе. Мы пред лицем всемогущего Бога, что ты скажешь о самом себе. Дорогие мои, у Бога есть, кстати, когда даже я и готовил это слово, я уже его у себя в церкви проповедовал, но почему-то Бог положил. Я противился, я это, я другое говорил, даже Виталия спросил, который с братьями корректировал, говорю, Лареон, тоже слово ты должен сказать и здесь. Я говорю, в утрешнем собрании я напоминаю сегодня каждому из вас, что ты скажешь о самом себе. Честно, пред лицем Господа Иисуса. И если что-то есть, открывается Библия, это наглядная инструкция для каждого из нас, чтобы мы читали, вынимали, и если находим через каких-то людей что-то было неправильно, чтобы нам изменяться. И пусть Господь поможет. То, что порой часто мы скажем о себе, но еще второе, что скажет о нас Бог. Вот это намного глубже. Люди могут похвалить, люди могут что угодно сделать, люди могут уничижить, люди что угодно. Но Писание говорит нам о том, послушаю, что скажет Господь, Бог мой. Он скажет мир народу своему, да не упадут они снова безрастутся. Это важно, когда наши взгляды, наш взор соединен на нашего Господа и Иисуса Христа. В Слове Божьем есть описание, что говорить о себе люди, что говорить о себе цары и что говорить Бог на ихнюю жизнь. Это очень, очень важно. И это иллюстрация для нас, чтобы мы исследовали, испытывали сами себя, проверяли самих, чтобы быть нашим Господи Иисусе Христе. Есть такой царь Навуходоносор, Даниил 4,27. Царь сказал, это ли невеличественный Вавилон, который я построил в доме царства моего, силой моей, могуществом и славой моего величия. Еще речь была, 28 стих, еще речь была, устах цараках, был с неба голос, царство твое отошло от тебя. 29 стих, отлучшить от людей и будет обитание с полевыми зверами. Царь видел после этого не мое, не я ли все это сделал, не мое владычество, не моя ли сила, не моя ли власть. Дорогой друг, даже если ты имеешь бизнес, если ты имеешь успех, в этом это не ты, это Господь, благословляющий тебя. Слава Ему! Вот знаете, бизнесмены, слава, я бизнесмен здесь. Это не твои руки. Что, бизнесмен не мое? А как вы церковь строите за такие большие гроши? Люди добрые. Как мы часто, я встречаюсь, братья и сестры, сам по бизнесу, красильщик. Ой, как все получается. Ой, халлилуйя, слава Богу. Братья и сестры, все, что дает тебе успех, это Господь. Это Бог. Как только мы зазираем свой нос, как только мы на свою силу уповаем, как мы, это я, это я, вот такой деловой, это я, вот раковая компания, это я, билдер, это я, это я. Я, мы, я, мы остаются только одни ямы. И порой мы упадываем в эту яму, которую мы надеемся на самих себя. Доверай Господу и благодари Господа Иисуса, что Бог дает тебе силу, дает успех и дает благоволение. Царь сказал, не это ли величественный вавилон, который я построил. Братцы и сестры, Бог услышал и Бог дал ответ. И когда он понял все, осознал, только тогда прославил Господа. Дорогие мои, а у этого был сыночек, да и не научился. Не научился. Валтасар взял сосуды Дома Божия, пили из него и славили чужих Богов. 5.22 Даниила, и ты, сын Валтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это. Братцы и сестры, вот порой часто в нашей жизни происходит, мы знаем Бога, мы знаем, что написано в Библии, но не смираем себя, не подводим себя под Божье Слово, говорят, ты знал, хотя и знал все это. И от Бога вышло решение. Всем таким дельцам, которые берут сосуды Дома Божия, я хочу перевести церковь, порой сосуды Дома Господня, это служители Божьи, которые служат для вас. Мы берем их и начинаем полоскать, а то не такое, а то и другое. Ваши люди, ваши служители, благословенный Господу, скажите, они благословенны Богом? Я не слышу. Это служители Господни, которые Бог взял как сосуд для того, чтобы возвещать вам Слово Господне, чтобы это Слово изменяло вас. Вот для этого. Но они взяли эти сосуды из Дома Божия и начали наливать туда, пить вино и другие вещи. Бога приговор вышел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. У Бога есть весы и гиры, которые взвешивают вас. У кого из вас есть весы дома? Поднимите руки. Сестры, сколько раз вы на неделю на них стоите? Каждый день. Братья, сколько вы стоите? Братья, меньше стоят, да? Я хочу сказать, не для смеха это, братья и сестры, есть духовные весы. Сколько раз в день вы становитесь на эти духовные весы основания Божьего Слова и взвешиваете свою духовную жизнь? Подумайте об этом. Если вы хотите, чтобы вот это чуть-чуть упало, то духовное состояние, оно что должно? Возрастать, потому что благословение Господне от тука. А что такое тука? Все знают. Мы хотим, братья и сестры, по-человечески выглядят нормально, культурно, все, чтобы на нас обратили внимание. Ой, что ты похудал, о, что ты похудал, а ты такая стала красивая или что-то. Братья и сестры, становитесь на Божьи веса. Что ты скажешь о самом себе? Вот я задаю этот вопрос из Божьего Слова. И Иоанн открыто сказал, я голос возвещающий, я тот, который возвещает Божье Слово. Что ты скажешь о себе самом? Дорогие мои, если вот это, это цары были, это халдеи были, Бог по-другому говорит. И Библия говорит, что у Бога есть церковь на земле, искупленная, омытая кровью Его. Он называет голубица, Он называет невеста моя, Он называет твою самую любовью вечную, и я возлюбил себя. И в Васии было семь церквей, Откровение 3.1. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеешь и семь духов Божьих, и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я не нахожусь, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, слышал, храни и покайся. Если не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как вор, и не узнаешь, который час найду на тебя. Ангелу Сардийской церкви напиши, знаю твои дела. К семи церквям, находящиеся в Асии, Господь говорит, знаю твои дела. Повернись, соседи, скажи, Бог все знает. Не бойтесь повернуться, напомните, попроповедуйте друг другу. Возбудите сердце друг друга. Я знаю твои дела. Мы хотим утаїться, мы хотим скрыться, особенно мы верующие, где-то что-то не так язычком почесали, хотя вот эта штучка, два забора, зубы и губы, она вылетает, и сколько она проблем приносит нам. Это неудержимое зло. Братцы, сестры, Бог все знает, что ты говоришь, что ты делаешь, когда ты ложишься, когда ты встаешь, поговоришь самим собой сегодня, что ты скажешь о самим себе. Господь говорит, я знаю все, я знаю и все, я не нахожу, что дела твои были совершенны перед Богом моим. Порой спрашиваем, как дела в Боге, аллилуйя, слава Господу, Бог знает, аллилуйя, ты верно сказал или неверно сказал, Бог все знает, церковь Иисуса, мы через такие простые, доступные служения готовимся к встрече с нашим женихом. Если мало вот этой книги, есть еще откровение 3.14, И ангелу Ладзикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божья, знаю твои дела, ты не холоден, не гараж, а если бы ты холоден или гараж, но как ты теплый и не гараж и не холоден, то и звергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, вот порой часто в наших все мы говорим совершенно не так, как Бог дает свои ответы, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и не имею нужды ни в каком, ни в чем, а не знаешь, что ты не счастен, жалок, ниш слеп и нах, что ты скажешь о себе самому, я не говорю и у меня нету совершенно никакого мотива сказать, что такая церковь Джексоновилле, церковь Джексоновилле благословенная, церковь Джексоновилле следует за Господом Иисусом Христом, церковь Джексоновилле святая, аминь, святый, да, освящается еще и праведник дотворит правду еще, вот это послание для вас, для святых, святый, да, освящается еще и праведник дотворит правду еще, братья, сестры, нету пределы, однажды мы встретимся лицом к лицу с тем, который даст венцы вот награду, мы преклонимся, снимем эти венцы и скажем, ты достоин принять, вот дадим ему тому, который дал себе, нам достаточно увидеть его и быть в присутствии всемогущего Бога, вот эти церкви, там семь церквей, из пяти церквей Бог сказал, покайся, 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 только две более-менее так служили Господу, церковь Иисуса, давайте служить Богу от всего сердца, давайте быть настоящей церковью живого Бога, искупленной и эмытою кровью акца, пусть в наших устах будет правда Божия, пусть в наших устах не будет лукавства, не будет лести, но будет чистым очам его несвойственно смотреть на беззаконие, помните, в бытие 27-18, когда Иаков пришел к отцу своему мама навучила его сделать поделать под Исава и когда и вошел он к отцу своему и отец сказал вот я кто ты сын мой Иаков сказал отцу своему я Исав первенец твой братья сестры можно батька обмануть можно что-то сделать прикрыть наготу какие-то вещи сделать чтобы батька не познал все можно но представьте что небесный отец знает все 20 лет страдания 20 лет изгнания 20 лет боли но когда нужно было возвратиться после 20-летнего что из дома не было писание говорит бытие 32-27 и сказал как имя твое когда бог проговорил к нему он сказал я Иаков что ты скажешь о себе Иван Степан Иларион Андрей назови честно свое кто ты пред лицем всемогущего бога от человека можно скрыть от родителей молодые хлопцы можно скрыть девчата можно обмануть батька можно матерь обмануть но ты не обманешь всемогущего бога потому что ты идешь против его заповеди почитай отца и мать и будет тебе благо и будешь долголетен на земле не почитаешь ее отца обманываешь и вилешь и крутяшь не доживет даже до половины лет своих братья и сестры господи яви милость боже прости боже ты видел мое сердце я батька хотел застать живого чтобы все высказать все сказать чтобы жизнь от небесного отца коснулась бог внял мне бог внял он видел желание мое сердце если нарушение отношения с родителями с матерью с батьком если не пучи батька и мать и приди сегодня молодежь собрание обними папка обними маму поцелуй обними скажи ты самая лучшая ты самая дорогая сделаете так конечно сделайте вы же послушные вы любите батька и мать братья сестры есть что ты скажешь о себе ияков ияков понял я не отпущу покуда ты не благословишь меня уже взошла зора торопил я не отпущу бог благословил и походка изменилась и все изменилось и ка имя твое буди как там братья ияков переводится имя твое будет Израиль из обманщика срубив Израиль и по сей день слушай Израиль слушай Израиль вся нация называется Израилем вот что делает Господь все узнают что ты новое творение во Христе Иисусе когда ты поборешься сегодня с Богом переборешь себя и скажешь не отпущу тебя Господь не выйду с этого собрания покуда ты не благословишь меня все поменяется жизнь поменяется отношения поменяются все поменяться на работе не познай как что это за человек пришел пусть Бог благословит дорогие мои мы будем молиться мы будем подходить на стражу Аввакум 2 1 на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал чтобы узнать что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал что скажет он во мне что ты скажешь о самом себе я молю Бога во имя Иисуса Христа чтобы это собрание не только было хорошо попели проповедь сказали но чтобы наше общение пообщаться с Господом Иисусом если там что то есть освобождайтесь братья сестры освобождайтесь от всех неправильных вещей мы тираем порой помазание и присутствие Божье когда мы не говорим с Ним закрываем само себя открывайте молиться друг за друга чтобы исцелиться много может усиленная молитва праведника на стражу мою стал я стань сегодня на страже пред лицем Бога представь что ты не перед людьми братья будут молиться служители Господни которые Бог дает право и повеление и пусть Господь благословит когда Давид говорит когда я молчал обвершали кости мои оседневного стеняния я знаю если что то мучает каждый день как будто бы боль оставь эту боль в этом собрании и выйди новым творением во Христе Иисусе на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал что скажет он во мне пусть благословение от Господа пребудет церковь я вас прошу во имя Иисуса Христа Бог открывает и я это говорю так говорит Господь Бог открывает что в этом собрании есть люди которые нуждаются в нем в этом собрании есть милость Господа в этом собрании простерта рука Бога чтобы милого спасать благословять являть свою славу и исцеление Его оно вскоре возрастет где? те которые раскрывают для Бога открывают себя для Бога во имя Иисуса Христа возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу говора что мешает отними и мы как братья готовы молиться чтобы Божье благословение пришло давайте встанем на наши ноги давайте откроем себя для Бога давайте поговорим с Богом поговорим с самим себя и если ты что-то находишь внутри своего сердца находишь то что мешает тебе если тебе нужно исцеление если тебе нужен покой милость Господа здесь вы можете выйти сюда служители выйдут сюда и будет молитва за тех которые нуждаются в Боге я знаю я знаю каждый не приходят придите придите ко мне все и я успокою вас не проповедник не служитель дает покой дает покой Господь Иисус. Если что-то не право в твоей жизни, есть Тот, Который исправит. Если что-то согрешил, есть Тот, Который прощает грехи. Есть Тот, Который освобождает. Иди к Нему во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Да разрушится всякая преграда. Да будет Твоя власть, Господь! Да будет Твоя благодать, Иисус! Да будет рука Твоя просерта над народом Твоим, чтобы во истинам прикоснуться с Тобою, чтобы от Себя получить просимое, чтобы пришла полная свобода, пришла милость от Господа, пришла благодать от Бога, пришло водительство от Господа. А воочи, лемена альбаралел, сапару лаваравалавальде, не стой там, иди к Нему! Иди к Нему, дорогой друг, брат и сестра! Если зовущий позовет Себя, скажи, говори, Господи, ибо слышит раб Твой, а вон в этом собрании зовет Себя, в этом собрании он хочет сказать Себе Слово, ободрение, исцеление, восстановление, чтобы власть Его и благодать сопровождала во все дни жизни во имя Иисуса! Аллилуйя, 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 ролевы раба лавэл, салман дарал афир китапаларет, о Дух Святой, о Дух Святой, пусть Твой голос будет Господь, голосом любви и мира, зовущий Ты, Господь, в этом собрании, да будет Твоя благодать, да будет Твоя милость, да будет помилование от Себя, да будет восстановление от Себя, да будет слава Твоя, Господи, над народом Твоим. А вообще, это не братья ждут Себя, а Господь стучит в Твое сердце. Не скрой себя от Него, раскрывай себя, раскрывай себя, нужна помощь, нужна свобода. Мы молимся друг за друга, чтобы исцелиться. А вообщем, лето.